Дзюбиньо в огне и Дзюбиньо на телефонной связи. Да, Тим. Тём, ты можно сказать, что ты в Арсенале снова нашёл своего тренера Божевича? Я очень уважаю, не люблю меня Дорога Божевича, поэтому он ценит и уважает меня, поэтому знает, на что я способен, и поэтому даже может без лишних слов просто одним взглядом на меня посмотреть, чтобы готов на него город вернуть. Какой твой секрет главный он раскусил? Ну, они знают, что я партнерам, но прежде всего я поезд, и для меня превыше всего командная успеха. Я не враг команды, а наоборот стараюсь всегда платить команду, стараюсь быть позитивным, стараюсь наоборот каждого ключа подобрать, за время общаться, тружить и быть в рубахах парня. В сезоне 13-14 в Ростове под руководством Божевича сколько мячей забил нападающий Артём Цюба во всех турнирах? Сейчас скажу, по-моему, 19, если я считаюсь. Бинго! 19! А сколько Артём Цюба забьёт в остатке нынешнего чемпионата под руководством Божевича? Связь пропала? Артём начал считать в столбик. Сколько туров? В целом, в целом, я думаю, 7. 7, наверное, было бы хорошее результат. Кокорий, привет огромный! Расшифруй, пожалуйста. Мы с ним очень сильно сдружились, постоянно на связи, постоянно сейчас переписываемся. Я играл в зале в ситуацию ночью, поэтому не мог уснуть всю ночь на встал, поэтому очень сильно переживал. И посвящаю, я понимаю, что сейчас очень тяжёлый у него период, и я верю, что он вернётся ещё сильнее, ещё круче, потому что, конечно, я считаю, что в проекте его не грабит. Пользователь занят. Я думаю, что... Звонит Черчесов. Артём, я увидел два гола, которые ты забил. Надо вызвать тебя в сборную. Не кажется ли тебе, что травма Кокорина не оставляет шансов Черчесову, и ты должен быть вызван в сборную? Я считаю, что я в силах помочь в сборной, и в коллективе, и в тополе. Но это уже зависит от меня, от главного тренера захочется или не захочется. Тебе кажется, сможет Черчесов переступить через ваши, может быть, какие-то шероховатости в личных отношениях и всё-таки позвать тебя? По мне вообще я считаю, что у нас таких шероховатостей нет. Мы в лицо друг друга смотрели, нормально, в принципе, у нас всё разошли. Должны быть персональные отношения. Он главный тренер, он главный, он решает. Ваши полисты должны стараться выполнять постановку тренера. Поэтому я готов выполнять и быть механизмом с этим длинном, который меня видит. Поэтому я готов играть в сборную. Дело в том, что уже, конечно, тренер будет в любом случае решать. Для его. Ты хочешь в сборную? Конечно. А твоя игра мне, по-твоему, достойна сейчас сборной? Я в Луфом в Арсенал был для кого-то, чтобы играть. И у меня был шанс. Я бы всё сделал для того, чтобы уйти и чтобы играть. Потому что я понимал, что я могу только игрой. Всё, что от меня зависит, я стараюсь сделать. И не мне судить, достойный я или нет. Если вы вызовут, что ж, я с чести буду стараться соответствовать этому уровню. Скажи, вот эти три мяча, которые ты забил после рестарта, насколько мы увидели в этих матчах настоящего Дзюба? На сколько процентов? Ну, я думаю, процентов на 80 вы увидели. Три голая ответит, значит, для меня очень дорогие. И я чувствую этот вкус футбол. Чувствую вот этот, что во мне бывает. Такой мне. Алло. Фатрик, кстати, объектив. Нет, вот здесь вот Артём сам нам перезванивает. Значит, он хочет ответить на вопрос про Карпина. А сегодня против Ростова для тебя было особой мотивацией забить Карпину? Ну, человек много сделал нехорошего для меня. Поэтому для меня, наверное, было не принципиально, не дать ему выгнать. А хотелось победить вообще. Но такого прям не было за предельное. Играл Арсенал против Ростова. Поэтому, ну, я рад, что я забил его команде. А вы пообщались в под трибунке где-то? Мы не общаемся, мы здоровы для себя. Поэтому это исключено. Блин! Чё-ка! Для меня этого человека не существует. Он очень много вещей сделал, которые, ну, не прощаются. Артём, а что самое главное из того, что он сделал плохого тебе? Самое главное, что как он поступил в одном эпизоде, обещал закопать меня как футболиста, что сделать всё для того, чтобы я закончил мою карьеру погубить. Но я им очень благодарен. Мне пришлось уйти из тех личных условий, из Москвы, из дома, уехать в Томск и сформироваться как мужчина, как футболист. Он меня очень сильно мотивировал, разозлил. Я закончил футбол, он всё сделал для этого. Я сказал, что в лицо ему посмотрим. Хотел погубить мою карьеру. Но я просто так не сдался и не сдался. Когда ты сегодня после голов радовался, у тебя были какие-то в его адрес жесты? Это было важным для тебя? Да нет, я был просто счастлив, что мы забиваем голову. У меня была мысль подбежать к нему и показать мою фамилию. Но потом подумал, что это будет провокация, наверное, некрасиво. Поэтому я, в принципе, в целом, так как вы знаете, я больше отпустил эту ситуацию. Я не стараюсь быть добрее, иначе я буду похож на него в чем-то. Надо только смотреть людям. А у тебя есть с кем-то в футболе столь же сложные отношения? Или он не один такой, Карпин? Нет, ну тут одному человеку удалось обойти его по всем параметрам. Не будем называть фамилии. Ага, то есть есть ещё кто-то? Ну вот появился совсем недавно. Так, давайте оставляй ты в комментах, кто это может быть. Ну, это, давай, это уже будет как другая история. В зеркало. Сегодня вечером уеду в Питер. В Питер. У тебя семья осталась в Петербурге? Да, 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 у меня там старший ходит в садик, поэтому там всё. Все завязки остались пока там, поэтому я, как в выходные, всегда в Питере. В любом случае, меня контракт с Денитом, я вернусь, а дальше посмотрим. Не факт, что останусь там. Может быть, останусь. Не знаю, но я пока даже об этом не задумывался. Если как всё там сейчас, так как всё останется, то, конечно же, мне нужно уходить. Мне бы, честно, хотелось бы сыграть против Денита. А по контракту ты можешь? Там, да, там стоит сумма. Ну, вот довольно-таки такая приемлемая, я считаю, что, может быть, кто-то там вдул, а финал бы платил бы её. Или, может быть, кто-то конкурент бы осилили. А ты сам на сумасшедший поступок способен взять и заплатить из своего кармана сотку? У меня есть такая мысль. Артём, Дзюба готов заплатить 100 тысяч евро, чтобы сыграть против Денита? Ну, да, да, да. Я был, была эта мысль такая. Так что это тоже есть такое в голове. А я представляю эту сцену. Спартак платит за появление Дзюбы против Зенита. Вот это история. Короче говоря, Спартак и Краснодар могут скинуться вместе, чтобы заплатить за Дзюбу в матче против... Более чем мотивированного Дзюба в матче против Арсенала. Как наши сыграют в Бразилии? Это хорошо, что такие соперники сильные. Это проверка для команды. И уже, чтобы понимать, какой уровень будут, какие будут скорости на чемпионате мира. Поэтому, не знаю, неблагодарное дело догадывать. В любом случае, самое главное, нам сейчас всей страной объединиться вокруг сборной и поддерживать её. Неймара не будет. Это какой-то плюс, наверное, потому что всё-таки это игрок, который за счёт индивидуального может решить исход матча. Но в целом, всё равно будет потрясающий фору. Поэтому будет трудный матч. И я думаю, что это будет интересный матч, прежде всего. Много будет пищи для размышления. Извините, связь прервалась. Sorry, the connection is lost. Отбивка. Удача. Спасибо, удача. Спасибо, удача.